Мы в окрестностях населенного пункта Тачулия. Сейчас будем гулять. Тут есть несколько маршрутов один на четыре часа, а мы пойдем по коротенькому, по-моему, на два часа. Тут дофига народу, и божечки, какая красота. А вон там какой-то водоем и где-то внизу есть еще водохранилище большое. Это вот это водохранилище или нет? Или вот это просто какой-то... Это ручьёк, который стекает. Я смотрю, здесь еще скалолазы. Вон, видишь, у них там лагерь. Нет, где? Ну, вон они на стенку лезут. Я не вижу. Вон там, где заканчивается скала перед этим, там куча людей еще. Там где тень или там где еще свет? Нет, ну вот скала. Да. До низа ее смотри, вон люди разноцветные, видишь, там внизу. Господи, я увидела людей. Кстати, если присмотреться, подвесные мосты там будут. Ну, так мы сейчас пойдем туда, где подвесные мосты, да? Да, но там вниз не спустится. А, мы сверху это только посмотреть сможем, да? Да. Окей. Ну, здесь можно, в принципе, не ходить далеко. Ой, смотри, какие цветочки красивые. Это ирисы, да? Это ирисы. Трампе, смотри, ирис. Тебе, конечно, его надо сожрать. Чудовище. Ну, в этот раз он хотя бы, видимо, камеру постеснялся и не стал писать. Да, да, я вижу, что. Да, тут прям сильно досвидос. Если уйти туда, будет не очень. Слушай, а тут прикольно. Тут смотри, вот эти все хвойные штуки. Ой, ой, колючие очень. Тут же какие-то вот эти хвойные штучки можно собирать и в чай. Ну, конкретно эти я не знаю. Никогда не такие, ну, не помню такие. А вот, например, елки, у них зелененькие, свеженькие вот эти почечки можно насобирать и в чаек. Вкусно будет. Но тут не елки, тут ели. Я не очень там разбираюсь. И какающая собачка, да, в Трампе? Так смешно какает. Он все время поднимает одну ногу заднюю. На трех ногах. В общем, какает куренок. Вот получается такой маршрутик. И мы идем вдоль скалы. И если вот здесь не особо понятно, что туда можно опасно уйти, то вон впереди вот прям идет тропинка, по ней люди чешут. И как бы она не очень широкая. Она, ну, сколько? Метр, наверное. Если уйти вон налево, то прям шансов на спасение не будет от слова совсем. Так что идем аккуратно и держимся подальше от края и смотрим под ноги, чтобы, не дай бог, никуда не улететь. Какая красота просто. Бирюзовая водичка и народ там тусуется. Но мы туда попасть не сможем, потому что это надо с самой Чулии спускаться. А мы проехали чуть дальше Чулии и у нас маршрут в другую сторону идет. Боже мой, как там красиво. Там просто такой между двумя скалами пляжек. И вот, если вот здесь вот сверху получается там пирс, то с нашей стороны там просто пляж. Надо будет сюда как-то приехать и со стороны Чулии спуститься. Вот. Все, сейчас мы не смогли это сделать, потому что мы приехали достаточно поздно. Сейчас время. Сейчас скажу сколько. Время. Сколько? Сейчас время 3 часа дня и просто не было мест, где припарковаться, поэтому проехали дальше до первого парковочного места. Так, в целом, если выбирать выходной день и приезжать прямо с утра, то вполне себе можно будет припарковаться и пойти гулять. Но сегодня мы выбрали поехать закупиться в Икеа, потому что, конечно, то, что дома прямо спартанские условия. Я не знаю, как мужчины умудряются так жить, когда в доме нету банально каких-то вещей, ну, банально нету чашек, нету ложек. Как вообще люди живут? Я не знаю. Для меня это загадка вообще, как мужчины так выживают в спартанских условиях. Мне кажется, женщина в таких условиях, ну, может прожить неделю, а дальше женщина начнет создавать уют, вить, гнездо. Вот. Вот как у меня. Я приехала, такая, так, все. Я говорю, все, выходные в ближайшие едем. То есть я прям в первый же день такая, блин, может быть, куда-то сходить. Сразу полезла в Икею, в H&M. Мы пошли в Лидл, когда что-то покупать. Я такая думала уже купить что-то там, но там не было нужных всех вещей. Вот. Поэтому в Лидле я не особо ничем не закупилась, кроме вот прям непосредственно продуктов. Сейчас все, мы закупили. Большую часть, ну, основную основу мы купили. И я надеюсь, что нам хватит на какой-то момент. Ну, или на следующих выходных мы еще раз заедем там в Икею, или куда там нам надо будет еще, и закупим остальные необходимые нам вещи в дом. Ух, тут прям горка. В смысле спуск очень крутой. Ник даже взял трампа на руки, на всякий случай, чтобы эта чокнутая собачка нигде не рухнула. Вот. И так мы спускаемся вниз к воде, но немножко с другой стороны. Вот. И на встречу идут люди всякие. Ну, офигеть. Какова красота. Идешь вот так вот. А у тебя со всех сторон просто кайфуши-кайфуши. Правда, страшно идти по подвесному мостику. Ну, все, мы спустились к воде. Вот она там, сзади меня. Собачка пошел сразу попить живительные влаги. Ну, хорошая вода, вкусная. Да. Трампик, холодная? Скажи, как там? Не особо не вода. Да? Подержи свою курточку, я потрогаю водичку. Ой, ну вода холодная. Купаться я бы в такую не полезла. Трамп тоже, вон, пока не хочет. Трамп вообще крайне редко. Ну, когда совсем жара, он залезает так. Типа делает одолжение, но залезает. Ой, ну тут прям круто. А подниматься мы будем вот по-другому, да, немножко маршруту? Нет, если обратно, он будет подключить. То... То... Корочку от мандаринки. Вот так вот идешь себе. Вроде бы поле, а вроде бы и ущелье. Блин, как тут круто. Я просто смотрю и могу снимать, мне кажется, каждый кадр. И каждый кадр феерично красивый. Блин, обалдеть. Так нравится? Зайдешь ко мне в кадр? А тут вон дамба маленькая, но симпатичная дамба. Класс. О, сюда на великах можно доехать. Прикольно. Ой, она прям большая такая дамба. И близко. Ну, как у нас, мне кажется, километров за пять было бы ограждение, и фиг подойдешь. А тут вон с одной стороны тачки могут проехать, тут люди могут подойти, и туда вон тоже машины могут проехать. И, видимо, по дамбе еще тоже можно проехать. Фу, самое главное, чтобы он никуда под забором не подлазил. Да-да-да, а там хрень будет еще ждут. Так, ну что, мы дошли до верха, до дамбы. И... Вуаля! Подохранилище. За забором. Ну, ладно. Офигеть. И там вон... Видно? Да, вот. Кораблик. Рыбку ловят. Какое у него интересное управление. У него подрулька, видишь? Да. Видимо, да. А, то есть, туда можно, в принципе, попасть каким-то образом, да? Туда можно попасть. Да, туда, если по дороге. Прямо съезжают на берег. Там можно сап спускать. Ага. Туда, конечно. Хер знает, как доехать, но можно доехать. Ну, если точку поставить на карте, он, наверное, как-то приведет. Потому что, вон там, видишь, машины на другом берегу. Интересно все вот. Не, ну, они даже лодки, видишь, спускают. Слушай, прикольно он рулит ногой. Слышно, что он здесь ловит рыбу. Блин, смотрите, какую-то огромную рыбу поймал. Блин, большую рыбу. Офигеть. Она, видимо, хищная. Офигеть, правда здоровая. Там, вот тебе тоже так надо рыбку ловить. А то ты что, сидишь, смотришь. Я думал, это щука будет. Офигеть. А это прям большая рыба. Да, какая-то прям бандурина. А, я не знаю, она ведь была заглатила. Наживка, этот крючочек. Там она приспалит. Круто. Все, да? И что, он же ее потом себе заберет, он же не будет ее отпускать. Нет. Это же не чисто спортивный интерес. Я надеюсь. Чувак проверяет. А мы палим, даже на видео снимаем, чувачок. Ее обязан взвесить, потому что он в воду, хотя он уже не будет. Типа маленьких нельзя? Да, маленьких нельзя. А, типа... А, отпустил! Он сдохнет. В смысле сдохнет? Это из того, что я его на камеру снимаю. Ну, потому что она, видимо, меньше определенного веса. Ага. Может, и не сдохнет, кто-то знает. В смысле, после того, как он ее сдохнет, после того, как он ее отпустил? Ну, может, не сдохнет. Но, если смотря что, если он ее повредил, когда выдергивал из нее этот... То сдохнет. Если не повредил... Ну, видимо, надо ловить еще больше. Офигеть! То есть, это типа... Отпусть... Уф! Мы уже идем тем же маршрутом обратно. Прошли примерно... Сейчас скажу. Прошли уже 8 километров. Тут очень много скалолазных чувачков, которые лазают. И здесь есть... Сейчас покажу еще чувачки. Вон они болтаются. Блин, отсюда плоховато видно. Может быть... Сейчас мы дойдем так, чтобы прям под ними оказаться. Может быть, там получше будет видно. Ну, это же обалдеть, конечно. Каната Ходса. Здравствуйте. Ну, в общем, вон они, Каната Ходса. Они там, по-моему, закончили свой маршрут. Пока мы допулили до них. Да, вот он уходит. Ну, прикольно. Вот он, блин, с одной стороны на другую просто такой раз и прошел. Вот белая какая-то веревка и вот две темные. В общем, тут много всяких разных активитий на любой вообще вкус. Мы пока что просто гуляем. Просто гуляем с собакой по каньону на ногах. Все, закончили мы нашу прогулочку. Получилось 10 километров, почти 200 метров. Вот. Не знаю, видно, нет. В общем, сейчас поедем домой что-то готовить. Кушать. Или просто поедем куда-нибудь поедим. Субтитры сделал DimaTorzok.